Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоёт. Кто весел, тот смеётся, кто хочет, тот добьётся, кто ищет, тот всегда найдёт. Ну что, как говорится, начинаем наш карнофаль. Вот как сегодня выглядят эти звёзды кунг-фу Джет Ли. Вроде как на инвалидной коляске. Ну что, всякое бывает. Ну что, с праздником Светлого Воскресения. Сегодня Пасха. Христос Воскрес. Почитаем ваши комментарии. Сделаем, сделаем, кое-что сделаем. Добро здоровьица. Что бы я вам хотел сказать. Вообще, жизнь это такая штука. Я уже неоднократно говорил, да и вы прекрасно знаете. Что за неё ответственность надо брать на самого себя. Вроде бы общество вот так вот, вот так вот действует. Вроде бы оно там что-то помогает заботиться. И это хорошо. Но тем не менее, никто не отменял ваши личные усилия. По налаживанию благосостояния, здоровья, саморазвития и самореализации. Вот, ну никто не отменял. Поэтому вот я когда вижу комментарии и упоминания, у меня как-то слов не хватает. Вот как тут объяснить. Уважаемый Геннадий, помогите советам, как избавить ребёнка от инфекции В, Э, Б и ЦМВ. Не знаю, я вот на это мне надо смотреть. Что это такое? Уже полгода, температура субфибрильная, ей 9 лет. Врачи залечили антибиотиками и теперь постоянно температура и заболевает. Если холодно поесть, миндалины увеличены, помогите, как восстановить ребёнка. А как раз на это комментарии на видео, на видео, керосин-то дикам. Я за вас. Знаете, есть, конечно, разные люди. Вот так вот написали, и другой так охотно. А, да вот то, вот всё, пятое, десятое, третье, двадцатое. То есть, берёт ответственность за ребёнка, там, на себя, и пошёл, пошёл, что, чё, как. Не знаю, просто вот такая вот информация. И даже ты знаешь информацию. Вы столкнулись с проблемой. Ищите её решение. Как правило, это не серьёзная такая, как бы сказать, или проблема по жизни, лучше так. Которую можно решить с помощью того, допустим, керосина-то дикампа или ещё. Ну, для этого надо взять как-то ответственность на себя. Надо ознакомиться, что этот может сделать антибиотики. Что может сделать керосин, что может сделать полынь, что может ещё кто-то что-то сделать. И принять решение, и действовать. Знаете, я не могу за вас брать какую-то ответственность на себя, советовать. Знаете, я вам изложил вот свой опыт. И решая различные проблемы, которые у меня возникали по жизни, я искал решение. Что-то я нашёл, что-то сделал, что-то хорошо, что-то не очень. Ну, вот в целом, видите, дотянул до 70 лет жизни. И ещё раз, просто-напросто, ну, с вами беседу. Пора, пора, так сказать, на отдых. Так, что-то тут пишут следующее про керосинное разъяснение. Насмешил, поехали отдыхать, и заставка народу, как в могине, а очередь, да разве это отдых, кому как, про керосинное разъяснение. Вы знаете, я делаю видео, я уже не помню, что в этом видео. Вот одно название, про керосинное разъяснение. Чтобы мы что-то углубиться там, это надо опять смотреть. А далее, про кисту яичника, вот такой вот отзыв. Расскажу про себя, прошла УЗИ киста почти с голубинное яйцо. Врач сказал, немедленно на операцию. Говорю, хорошо, только домой схожу за вещами. Конечно же, я не пошла в больницу, потому что уже знала о ваших книгах. Целительная сила, решила попробовать лечиться урины. Четыре дня голодания на урине, предварительно подготовилась. После всего прошла УЗИ, кисты нет. Спрашивают, вы что голодали, вы себе почку посадили. Я, конечно, признала, что голодала, но не признала, что на урине. Вот человек взял ответственность на самого себя. Он ознакомился с информацией, ну и принял решение, что и как. То есть решение в любом случае принимаете вы. Для того, чтобы принять вот такое качественное какое-то решение, необходимо ознакомиться, то есть расширить круг знаний на эту тему. Что предлагают эти люди, что предлагают эти, что эти, что те, что пятое, что десятое. Желательно познакомиться вообще, что получается, если полечились у этих, полечились у тех, полечились у этих. Что в конце концов получается. И уже на основании этого, ну, принимайте какое-то решение. Фишка пишет. Петрович, пожалуйста, про яблочный уксус, для чего его принимают. Много вижу информации о нем, но мне нравится гашеная сода. И вижу ее действия. Уксус же противоположен суду. Как он влияет и на что. Спасибо, заранее по поиску на вашем канале такого видоса не нашла. По-моему, что-то должно быть и на эту тему. Еще разочек. Вот это своеобразные беседы старикана с вами, дерзкими, молодыми. Для чего яблочный уксус принимают. Об этом хорошо написал Джарвис. Его книжка про яблочный уксус и так далее. Я в свое время читал, кое-что делал. Много видеть информацию. И опять-таки, ну вот прочитали одно. Вы можете даже его попробовать. Можете сравнить с гашеной содой. И опять-таки, в зависимости от того, нужен, если вам этот яблочный уксус. Вот говорят, что он очень хорошо действует против грибков на ступне ног. Вот где там ноготь. Значит, просто-напросто аж вымачивает в яблочном уксусе, пораженное грибком, место. И очень быстро сходит. Но грибок же не только наружно, он же и внутри. Если вы видите эту информацию и считаете, что она чего-то там достойна, то опробуйте ее, этот яблочный уксус. Что, что и как. Раз вы принимали эту гашеную соду, вы можете сравнить действия. В данной ситуации, опять-таки, он будет лучше действовать или хуже, там, в зависимости от грибка, там, или еще чего-то. Какое-то средство в определенной ситуации, когда вот четко показано его применение, он действует великолепно. А в другом, лишь бы, лишь бы, вот это хорошо, вот это хорошо, оно не действует. Так что, просто-напросто сделайте, да, и узнайте, что, что и как. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, у меня менингиома головного мозга. Примерно 30 лет назад была операция. Сейчас, по показанию МРТ, она опять появляется. Кроме как делать операцию, можно как-то остановить ее рост по силам. Ну, скажу кратко, я не знаю. Значит, я не буду рассуждать, там, то, вот это, вот это. Я не знаю. Это огромная, опять-таки, ответственность. Ну, на этом первую часть. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. Продолжение следует...